Для агрессии или для защиты мог использоваться вот этот нож? Неизвестно. Ясно одно, в наш город его привезли, нарушив закон. Холодное оружие обнаружили таможенники у пассажира рейса в Сеул-Иркутск. Клинок был изъят, а мужчине грозит административный штраф. Впрочем, порой найти виновных далеко не так просто, как в данном случае. Серьезное разбирательство намечается в Иркутске по факту вырубки прямо рядом с городом. Тему продолжит Евгений Шоев. Криминальные тропы все ближе подбираются к Иркутску. Место преступления чаще в трех километрах от города. Нападение на лес произошло сегодня ночью. Погибло 43 дерева в возрасте от 20 до 50 лет. Поэтому и следственные мероприятия начались незамедлительно. Ну вот мы зафиксировали это нарушение. Мы сейчас должны определиться с местом и вот эти все пни просчитать, проклеймить. И это уже все пойдут документации к протоколу о лесонарушении. Каждый пень помечается буквой «Л». За такой литерой скрывается слово «лесонарушение». Именно с помощью клейма можно понять, насколько непоправимый урон лесу нанесли бандиты. Не чураются черные лесорубы и других, не менее серьезных преступлений. Рейды мы осуществляли и в ночное время, значит и в дневное время. Значит, мало того, что наши активисты попадали и под обстрел, значит, также одному активисту были нанесены телесные повреждения именно во время рейда. В криминальном лесном бизнесе крутятся миллионы. Кубометр леса на черном рынке стоит 8 тысяч рублей. Только с этой деляны древесины было вывезено почти на 100 тысяч. Примечательно, но весь лес сегодня ночью черные лесорубы вывозили мимо местного яхт-клуба. У этой организации зимой здесь есть постоянный сторож, который сейчас находится вон в том зимовье. Попробуем узнать, видел ли он что-нибудь. Естественно, мужчина абсолютно ничего не видел и не слышал. На вверенной ему территории было тихо и спокойно. Хотя один факт все же заинтересовал как нас, так и сотрудников полиции. Говорят, что трелевали лес трактором, а трактор стоит вот там за сараем. Да трактор, его поставили, он уже сколько тут стоит, он вообще сломан. Просто попросили его, говорит, чтобы лесу там не оставлять, можно мы у тебя тут поставим его. И все, я просто, чтобы не разграбили. А кто, кто просил? Не знаю, ребята, сказали, приедут, заберут его сегодня. А когда оставляли? Ну это неделю, наверное, где-то назад было, больше даже. Тракторы, деляны, черные лесорубы. Все это в Иркутском районе, к сожалению, обыденность. План по спасению леса придумали в Общероссийском народном фронте. Общественники предлагают полностью запретить вырубку деревьев в радиусе 70 километров от Иркутска. Поддержат ли инициативу в правительстве региона, пока неизвестно. Одно понятно наверняка. Надеяться на то, что преступники одумаются сами, конечно, не стоит. Евгений Шоев, Михаил Глызин. Новости по будням.